И это первый гелик, где реально, наверное, рабочее есть антикрыло. Вот эта вот накладочка и отсутствие запасного колеса, это тоже стоит 3000 евро. И на выходе вы получаете, благодаря этим доработкам, 900 лошадиных сил. 900! И вы не узнаете гелик, когда сюда посмотрите. 24 колеса! 24! Это получается, что самый дешевый Брабус, который вы можете купить, это вот эта вот машина. За 64 миллиона рублей ты можешь переименовать Омск в Майами, а Олега Майами в Олег Омск. Или купить самый злой гелик на планете Земля. Это передача про самые дорогие автомобили в России. И сегодня мы поговорим про 900-сильный Брабус One of Ten. Здесь 24 колеса и тюнингованный V12 от 600-го Мерседеса. И если ты думал, что гелик невозможно сделать круче, то ты ошибался. Это лимитированная серия. Будет выпущено всего лишь 10 таких машин. И чтобы вы, не дай бог, не приняли этот Брабус за обычный Мерседес, здесь находятся 4 логотипа. Смотрите. Первый, второй, третий, четвертый. И на всякий случай, если вы все-таки не заметили, что это Брабус, здесь поставлена табличка. Но что делать, если вы, например, лежите на земле и все-таки не видите, что это Брабус? На всякий случай здесь есть еще один бейджик. Шестой. Кстати, вот эта защита Картера сделана из карбона, который очень жесткий материал, да, но легко расколется об любой камень. Так что на бездорожье выезжать не советую. И если 64 миллиона для тебя многовато, чуть позже посмотрим, какой самый дешевый Брабус вообще можно купить. Он тоже есть на стенде. А это, кстати, обвес White Star стандартный, который стоит 24 тысячи евро в России. Ты можешь купить его на любой гелик. Здесь вот такой вот модный капот, соответственно, расширение на 10 сантиметров. И новинка этого салона. Здесь новые колеса Брабус, в частности, 23. Но знаете, в чем прикол? С другой стороны стоят 24-е. 24-е колеса! 24! То есть 90% автомобилей они бы просто не влезли, но здесь выглядят как родные. Но здесь есть и кое-что более необычное. Брабус делает дофига разных моделей колес. Но вот это самое необычное. Практически цельный диск. Блин, такой лук у гелика еще я никогда не видел. И это довольно необычный гелик, потому что у него нет запасного колеса. Можно подумать, что 24-е колесо просто оторвет заднюю дверь, если его сюда повесить. Но это опция за 3 тысячи евро. Вот эта вот накладочка и отсутствие запасного колеса, это тоже стоит 3 тысячи евро. На самом деле, обычно запаска есть. Там просто обычное стандартное колесо. Брабус делает, видите, карбоновый кофр для него даже. Но многие владельцы, у которых уже 10 геликов было, и они никогда не открывали этот кофр, они говорят, блин, мы готовы 3 тысячи евро заплатить, просто уберите это нахрен отсюда. И несмотря на все эти карбоновые детали, эта машина весит все равно 2 тонны 600 килограмм. И на скорости 280 км в час основная масса находится здесь, здесь V12. Так что в управлении это, как, знаете, длинная стрела с очень тяжелым наконечником впереди. И посмотрите на эти решетки. Они практически все непрозрачные. Такой небольшой фейк, как силиконовая грудь. Зато здесь самая крутая выпускная система. Из нержавейки, с темным хромом и перепускными клапанами, которые изменяют звук. Здесь есть два режима. Sport и Coming Home. То есть в спорте вы, когда на работу едете, давите на все деньги, и он ревет просто бешено. А если возвращаетесь домой на расслабончике, то нажимаете Coming Home, возвращение домой, и машина тихая и шелковистая. Вот такая вот браузская система. Чтобы вы понимали цену вообще V12, то S-класс с V8 стоит 9 миллионов, а следующий, 600-й, уже 13. То есть разница в 4 ляма. И вот этот вот огромный мотор умудрились запихнуть в гелик. Ну, вместе с 9-ступенчатым автоматом, конечно. Собственно, в Брабусе что делают в первую очередь? Выкидывают табличку с мотористом, который собирал на фабрике АМГ такой двигатель, и ставят свою золотую с росписью. Здесь нет фамилии, но есть роспись сборщика, который его дорабатывал. Все в карбоне, естественно. И посмотрите, например, на эти нарядные воздушные фильтры с золотой пленкой внизу, тепловой, чтобы они не нагревались от турбин. Выглядит очень нарядно и совсем по-другому, не как в АМГ. Кстати, на стенде двигатель не выглядит таким уж и большим. Вот эта золотая защита, да? И, собственно, шильдики компонентов Брабус, а здесь же шильдики компонентов АМГ. Знаете, такой получается микс-салат из разных деталей. Двигатели расточили с 6 литров до 6,3, плюс здесь немножко доработанные турбины с большим компрессорным колесом, измененным выпускным коллектором, а другое давление увеличено. И перепрограммирована, конечно, электроника, то есть не просто чип-тюнинг, это конкретно доработанный двигатель. И посмотрите на капот. Вот обвес Вайп Стар, у него очень большой вот этот заборник, выпирающий из капота, но на самом деле, как мы видим, он не нужен. И на выходе вы получаете, благодаря этим доработкам, 900 лошадиных сил. 900! Но еще больше впечатляет момент, полторы тысячи ньютонометров, это столько же, как у Bugatti Veyron Grand Sport. А там был 16-цилиндровый двигатель мощностью 1200 лошадей, а этот мотор выдает столько же, хотя взят просто от 600-го. Кстати, когда-то в стоке он просто развивал 530 лошадей, вот что с ними сделали в Брабусе. Скидки на прошлогодние модели. Автомобили на любой вкус. И все это на автосалоне веселый дилижанс на электролитном 16. Ориентир повернуть налево после салона интимных товаров. Для клиентов работает удобная зона отдыха. В шоуруме работает бесплатный кулер. Ммм, освежает. Не тратьте время на автосалоны. Бесплатный сервис Автоспот позволяет сэкономить деньги на покупки машины, не отходя от компьютера. На Автоспоте в одном месте собраны все скидки и спецпредложения от официальных дилеров. Просто выбираешь марку, модель и сразу видишь самые выгодные цены на сегодня. А еще здесь можно оставить заявку, с вами свяжется личный менеджер и отправит ваше предпочтение только тем дилерам, у которых есть нужная вам машина в наличии. Мы вас ждем! Не трать время зря. Зайди на Автоспот и посмотри, какие скидки сейчас на твою машину мечты. Ссылка в описании. Разгон до сотни в итоге занимает 3,8, в отличие от 4,5 у Г-63. И максималка ограничена 280 км в час всего лишь. Представляете, какой свист раздается от ветра, когда это лобовое стекло рассекает воздух на этой скорости. У Г-63 максималка, напомню, 220. И это первый гелик, где реально, наверное, рабочее есть антикрыло, которое прижимает реально машину, чтобы она не улетела нахрен куда-нибудь. Крыло очень нарядное, крутое и очень хорошо смотрелось бы на твои девяточки даже. Кстати, напротив Брабуса здесь стоит вот такое вот чудо. Это плавающий крузак. Можно видеть на фотографии, как он плавает. И ты подписывайся на наш канал, ставь колокольчик, чтобы смотреть новые выпуски. Мы снимаем кучу всякой годноты. А вот здесь будет плейлист с очень крутыми внедорожниками. Но что, если у тебя нет 64 миллионов, и ты хочешь что-нибудь попроще? Вот, например, есть дизельный Брабус D35. Мощность повышена где-то на 40 лошадей, не так уж и много. Кузов можно повысить на 5,5 сантиметров максимум. То есть это такой оффроуд-вариант серии Adventure. Наверху здесь есть специальный багажник, который выдержит даже кабана, если ты поехал на охоту. И здесь даже есть лопата и лестница. Кстати, смотри, как мило. Здесь специальные маленькие накладочки, чтобы нога, не дай бог, не соскользнула. И это самый крутой Брабус в мире для оффроуда, который можно купить новым. Но как же все-таки выглядит самый дешевый Брабус, который здесь только можно найти? Вот он, B35. 365 лошадиных сил, полный привод и разгон до сотни за 4,4 секунды. Здесь такой агрессивный обвес, но уже не из карбона, как у Елика, а из полиуретана. И нарядные диски с карбоновыми вставками. Ну и салон не такой уж нарядный, но здесь перешитая все равно кожа Брабуса. Здесь алюминиевые накладки на педали и горящие пороги. Проблема в том, что эта Ашка, B35, все равно стоит 74 тысячи евро. На наши деньги где-то 5 миллионов рублей. И это ведь только начальная цена, ее нужно перевести, растаможить. Вот и получается, что самый дешевый Брабус, который вы можете купить, это вот эта вот машина. В официальном магазине Mercedes-Benz такая стоит около 15 тысяч рублей. Но смотрите, ведь ее прокачали, ведь здесь везде шильды, Брабус, Брабус, Брабус. Так что рано радоваться, придется немножечко заплатить побольше. Кстати, здесь тоже аномальное количество шильдиков. Смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть как минимум. Но она прокачана Брабусом, посмотрите. Обратите внимание, светодиодная подсветка порогов, да, открываем дверь. И она с двух сторон светит, и внутри у нас даже кожаные коврики. Ну и с чего им еще быть сделанными? Салон полностью перешит, и вы не узнаете гелик, когда сюда посмотрите. Потому что здесь, смотрите, рыжая алькантара на потолке, карбоновые ручки на потолке. И рисунок на сиденьях в виде ракушек с такой тонкой перфорацией. Но все этим не ограничивается. Если вы просто посмотрите в бардачок, то кажется, что они тоже обили его оранжевой кожей. Единственное место, где сохранился шильдик АМГ, это приборка, потому что прошивку не меняли. Но везде здесь тоже есть шильдики Брабус В12, и, конечно, шильдик 1 из 10. Это первая машина из этой партии. Кстати, посмотрите на подрулевые переписки. Они тоже сильно отличаются от того, что вы видите в обычном гелике. Кстати, неважно, куда и зачем ты едешь, не скучай за рулем. Слушай аудиокниги на Литрес. По нашему промокоду ПриветТачка ты можешь получить две книги бесплатно и 25% скидки на Литрес. Просто перейди по ссылке в описании и активируй эти бонусы. На этой неделе я рекомендую тебе классную книгу Марка Мэнсона «Всё хреново». Ссылку на неё на Литрес я тоже оставлю в описании. Кстати, вот здесь я оставлю плейлист с обзорами нашими машин, которые стоят дороже миллиона долларов. Гелик практически к ней очень близко подобрался. И дальше будет плейлист с обзорами самых крутых Мерседесов, которые побывали у нас в руках. А у нас их было очень много. После этого выпуска заходи, посмотри. И, конечно, на корпусе ещё миллиард разных логотипов Брабус, но вот этот вот самый крутой, ребят, потому что он с подсветкой. Он горит в темноте. Вообще здесь все шильды, весь хром сделан как бы под чёрный цвет, такая чёрная звезда смерти. Но вот эта штука будет гореть даже тёмной ночью. И если вы всё ещё думаете, что Брабус – это всего лишь тюнинг, то их доработки забывают гораздо глубже. Посмотрите, вот стандартный дверной проём, как у Гелика, да, есть. То есть вот такое вот расстояние, в которое вы должны уместиться, чтобы залезть назад. Но Брабус изменил конструкцию петлей. И теперь задние двери открываются почти на 90 градусов. И вот это вот пространство теперь гораздо шире. И даже на вот этих вот кнопках закрывания двери есть маленький шильдик Брабус. Ну и ещё одно, и, пожалуй, главное сзади отличие Брабуса – это приборы, которые, мне кажется, вынули из Майбаха. Здесь есть температура, время и спидометр. Но поскольку спидометр здесь, собственно, от другой машины, максималка здесь всего лишь 240 км в час. Как бы она ни сломалась, стрелка, когда вы разгонитесь до 280. Кстати, подвеска регулируемая, плюс её доработали с учётом веса V12. И хорошая новость в том, что все машины ещё не распроданы. Так что ты можешь отослать Брабусу свои хотелки. И за три месяца, в 2020 году, для тебя соберут собственный экземпляр. Собственно, в Дубае и в Германии уже нашлось по одному клиенту, который в течение вот этих вот двух дней её заказали. Плохая новость в том, что эта машина стоит минимум 64 миллиона рублей. И, может быть, ты ещё захочешь что-нибудь добавить, типа деревянной отделки или какой-нибудь слоновой кости в ручках дверей. А тебе спасибо, что ты смотрел. Подписывайся на канал, и дальше будет только интересней. Пока!